Привет, народ! Сегодня, в общем, очень хочется спать и буду покороче, только сделаю распаковку-посылку, пойду высплюсь, а потом мы с вами будем продолжать. Так, в общем, не знаю, опять что мне выслали китайцы, такая вот грёбанная посылка в чёрном мусорном пакете, ну что за дела, блин. Так, и ещё одна проблема, у меня штатив куда-то делся, поэтому вынужден снимать вот маленьким штативом, который я также приобрёл в Китае, и этот штатив предназначен для мобильного телефона. Что тут за хрень такое? Так, распаковываем кое-как, распаковываем, что-то не распаковывается в посылках. Опять скотч до хера наложили скотча. И что это за такой пакетик антистатический? Чуть за... Ой, блин. Да, в общем-то, упаковочка хреновая абсолютно, но товар очень даже стоящий висит. А что тут я сейчас поясню? Блин, уже даже не хочется спать, хочу вот это проверить, протестировать, сделать детальный обзор. Вот, как видите, вот камера, у которой нет проблем с фокусом, достаточно неплохой вариант для видео. Так, хотя освещение тут дерьмовое, абсолютно нет, но всё-таки снимает нормально, я думаю. Так, что это за штука? Приобрёл, блин, не знаю за сколько баксов, ну, однозначно не более там 6 долларов, но очень полезная вещица. Это FM-модулятор, то есть, транслятор, можно сказать, да, а не модулятор. Тут, что, в чём прикол? Подаёте, тут должен быть вот микрофон, есть также линейный вход. Вот, то есть, можно подавать тут напрямую, скажем, музыку с MP3-плеера, с какого-нибудь ещё там, с какого-то ещё другого там источника звука, мобильный телефон, телевизор и так далее, и так далее. И, в принципе, он транслирует на FM-диапазон. То есть, это почти радиожучок, но более навороченный. Может также работать, как жучок. Тут предусмотрен микрофон, тут предусмотрено питание, вот такое. И LCD-дисплейчик. Этот дисплейчик нужен для того, чтобы вы видели, что делаете. То есть, можете выставить частоту там любую, на которую хотите транслировать там музыку, скажем. В общем, на базе этой модули что можно сделать? Можно сделать портативные крутые наушники. Можно сделать, скажем, охранную систему с голосовым оповещением, скажем. Ну и многое-многое другое, в конце концов, использовать как радиожучок. Но я сам, если честно, заказал эту штуку для охранной системы. Поэтому скоро будет достаточно интересный ролик про умную говорящую охранную систему. Про бинты. Вот опять не нужно обращать на них внимания. Вечно я всё, все пальцы себе порезал опять, можно сказать. Так, ну, несколько слов о самой конструкции, я думаю. Хотя, в принципе, я уже всё так пояснил. Тут всё такое вот цифровое. Процессор стоит 3,5 мм, стандартный джек. Микро-USB разъём для подключения питания 3,7, 5 вольт. Ну, в частности, 5 вольт. Электритный микрофон со встроенным усилителем. Дальше у нас тут стоит, если я не ошибаюсь, операционный усилитель. Коварцевый резонатор. Тут у нас сверху, ну, собственно, дисплейщик и пара кнопочек. Насчёт функциональности всех кнопок, я точно знаю, что тут есть память некая. Две кнопки отвечают за увеличение и уменьшение частоты. Остальные три, честно говоря, не доглядел. Также предусмотрена подсветка для дисплея. В общем, через некоторое время мы сделаем тест. Мне уже, блин, неохота спать. Так что не переключаемся. Ну, ребята, в общем, я подключил устройство. Уже вот понятно, за что отвечают кнопочки. Так всё это дело выглядит. Эта кнопочка у нас включает и выключает звук. Вот видим, да, сверху нарисовался у нас громкоговоритель. Сейчас звук выключен. Это у нас увеличение и уменьшение частоты. Это у нас вул, то есть звук увеличивает и уменьшает. Если держать, то тоже происходит процесс. То есть не обязательно там нажимать с каждым разом. Так, дисплей у нас темнеет, если не дотрагиваться к кнопкам там 3-5 секунд. Операционный усилитель, я чуть-чуть ошибся с ним. Вот у нас, в принципе, это микроконтроллер от Atmel. Это у нас операционный усилитель. Тут, в принципе, он играет роль в качестве микрофонного усилителя. Хотя микрофон и так чувствительный достаточно. Насчёт реальных тестов проверял. Только что ловил на обычный приёмник мобильного телефона моего. Сейчас уменьшим. Питается от любого зарядного устройства для современных Android-смартфонов. От обычного USB. Ну, микро-USB, разумеется. Так, 10 метров при прямой – это максимум, что мне удалось получить с этого агрегата. Но там в пределах одной комнаты достаточно большой, без особых проблем. Где можно внедрить, уже, я думаю, пояснил. Можно также использовать в автомобиле. Например, если автомагнитола не имеет AUX, можете просто к устройству подключиться с помощью мобильного телефона. Ну, то есть, на джек можете подавать сигнал от наушников, например. И у вас будет, в принципе, транслироваться звук от мобильного телефона. Например, какой-то трек на радиоприёмник, который, я думаю, имеется в любой автомагнитоле. Но, с другой стороны, это не очень перспективное решение. Поскольку устройство нуждается в отдельном питании, а это, сами понимаете, отдельный блок питания – таскатели, портативный аккумулятор и так далее. Я думаю, что устройство также будет прекрасно работать от современных литиевых аккумуляторов с напряжением в 3,7 В. Давайте я сейчас сделаю небольшой тест-драйв. Возьмём мы телефончик, радиоприёмник. Насчёт диапазона – это FM-диапазон, то есть, нельзя выйти за рамки FM-диапазона. Включаем приёмник, включаем громкую связь. Итак, вот я уже подключился. Если держать близко, то начинает фонить. Фон идёт от микрофона, ну, само собой, понятно, думаю. Звук достаточно нормально передаётся, но некоторый именно фон, вот, да, фон имеется. Вот сейчас, в принципе, я приблизил телефон к камере, и вы слышите, говорить, к сожалению, неудобно именно в микрофон. Но проверял, в принципе, достаточно нормально. Я всё-таки, выключим давайте телефон, я всё-таки, в большей степени советую использовать устройство для создания портативных наушников. Особенно, я думаю, понравится геймерам-электронщикам, там, так скажем, которые, вот, в принципе, блютуз-наушники имеются, радионаушники в продаже имеются, но они достаточно дороги. Купил, хотел купить когда-то себе такую, и достаточно приличная цена. А вот эта штука стоит достаточно дёшево, можно переделать хорошие или плохие наушники под беспроводной именно наушник. Я думаю, что отлично можно вместить 5-вольтовый источник в наушники, подцепить разъёмчик для зарядки, так что не будет никаких особых проблем. К тому же, у вас будет ЖК-дисплей. Насчёт совета, советую брать или нет, смотря для чего вам нужно. В моём случае, например, это будет беспроводное голосовое оповещение, оповещение, я уже сказал, для охранной сигнализации. То есть, всё зависит от конкретных нужд потребителя. Друзья, до новых встреч. Ссылка на этот товар, как всегда, будет в описании. Заходите, смотрите. Если понравилось, то можете и купить. До новых встреч. С вами, как всегда, был АК Касьян. Пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!